Всем привет! Звёздная Одиссея, четвёртый день. Космический вклад уже составляет 88,3%. Уже неплохой результат, я вам скажу. Я думаю, что завтра это будет последний день, и мы наберём 100%. Но перед этим нам ещё потребуется минимум набрать хотя бы 6,2 миллиона. Сейчас у нас накоплено 4,7, давайте начнём. Поехали! Пом-пом! Покидаем ещё кубик, да? 15 раз у нас есть. Так, друзья, ребят, с отмечаем, конечно же. О, Анюта, ты набрала 2 миллиона 500. Ты, кстати, на первом месте стоишь, надо же. Ладно, лайки, поехали. Так, всё, есть, работаем. Сначала, конечно же, домики скупаем. Давайте по нашей стратегии пройдёмся. Есть, покупаем. Конечно же, всё покупаем. Этот дом уже куплен, остальное меня не интересует. Давайте просто кинем тогда куб. Ну, надо же! Мы переходим в следующую локацию. Но перед этим, ребят, Олес из Белабога хочет узнать ваше мнение о более серьёзной проблеме, чем о их поисках друзей. Вы бы помогли ему, если бы ему срочно понадобились деньги. А если проблему можно решить деньгами, то это не проблема. Нашёл кого спросить. У меня та же проблема. Ну, я не знаю, тут чего отвечать, честно слово. Ну, ладно, в принципе, подойдёт. От зелья и брони начали нургаться в разгар торжественного банкета для офицеров. Их крики привлекли всеобщее внимание. Что вы будете делать? Намекну им, что люди смотрят. Не упущу свой шанс наброситься на еду, пока все отвлеклись. Фуршет, я иду. Всё, ребят, я буду отвечать уже не так, как по идее должен был отвечать. Извините. Но это просто очень красивый ответ был. У Хук в клинике снова проблемы. Она просит вас соврать и прикрыть её перед старой ведьмой. Как вы поступите? Великая Хук, сдавайся. Ну, извините. С регионом обошлись несправедливо. С Регином, с регионом. Он, конечно, любит лезть не в своё дело, но вы не можете пройти мимо. Регин, ты не сделал ничего плохого. Тест на тип первопроходца. Надо же, мне ещё надо ответить довольно много. Ах, да уж. Так, ну что, мы закинем кубик на два, да, скорее всего? Домик-то есть. Ой, надо было на три, хотя без разницы тут уже. Так, купаем. И у нас есть ещё, и это единичка. Давай, идеально. Сколько скупленных домов, а? Да, да, да. Ну, дальше уже как пойдёт дело, ребят. Ну, дома, по-моему, у нас уже в большинстве случаев скуплены. Вот сейчас перемещаю. А, нет, это же всё Лофу Санчжоу. Куда же мне идти дальше? Дай, посмотрите. Где мы ещё не были, кстати? Ну, здесь домики у нас куплены, поэтому давайте вниз пойдём. О, события на поле. Как верный талон на бесплатный обед Байлу. Вы, наконец, уговорили её пригласить вас на переулок Ароматонов на обед. Когда вы садитесь рядом, рядом устроилась компания-отселителей из комиссии по алхимии. Нужно что-то предпринять, чтобы ваш обед не сорвался. И Байлу не отправили обратно в комиссию по алхимии. А, прогнать целителей, я не знаю. Ну, тут сложно. Опа! Ну, по-моему, это, кстати, лучший вариант. О, награды есть, смотрите. А, ну-ка. 15 событий уже пройдено, ещё 5 остаётся. Мы, кстати, очень быстро всё закрываем. 20 событий и кубик. Ну, это всё само придётся, ребят. Всё само придётся. Так, так, так. О, дом, конечно, конечно. Если мы наступаем на синие домики, напоминаем, мы дополнительно получаем награду. Ещё одно событие, что ли? А, нет. А вот сейчас, да? А вот сейчас! Ну, ладно тебе. Ну, ладно, магазин, по крайней мере. Что у нас тут есть? Так, вы дополнительно получаете 400% неинтересно. 200% неинтересно. Монетка переброса тоже неинтересно. Тогда получается вот это, да. Жалко всё нельзя скупить, кстати. Обидно. 50 тысяч. 560 текущий дохода. Ну-ка! О, понеслось. Давай ещё. Так, и куда мне идти? Ребят, домики опять скуплены здесь, поэтому мы идём вниз. Острый сюжетный роман, представленный Ханья. Неожиданно получил много наград ввиду специфики своей работы. Ей не хотелось раскрывать свою личность после беседы. Жюри Ханья не искала агента, который мог бы получить награду вместо неё. Ей нужен друг, который официально представит её публике и прочтёт благодарственную речь. У меня есть подходящие кандидаты. Ой, надо было другой ответить. Я сейчас поспешил, конечно. Ну ладно, у нас перебросок должно быть 10 уже. А, да, есть, работает. Сколько мы сегодня наберём? Ну, кстати, что-то маловато. На самом деле, я думаю, больше будет. Ещё одно событие. Юй Кун сообщила, что добилась некоторых успехов расследования и исчезновения Тинь Юнь. В комиссии по полётам мнения о ней разошлись. До получения точных сведений Юй Кун высказывается не хочет и надеется на ваше понимание. Юй Кун верит, что Тинь Юнь вернётся. А вы? Увеличивает облигации первопроходца на 6000. Извините, по-моему, это лучший вариант. Хотя! Может, я ошибся? Ай, ладно. Четыре. Фу Суань намеренно заводит разговор о своих амбициях, но, да, достижение генерала ей ещё очень далеко. Она оборачивается к вам. Расскажи ещё, я люблю слушать. Ну, ладно. По-моему, не то. Син Цуэ снова бездельничала, играла в карты в рабочее время, пока вы вместе с Фу Суаней усердно трудились. Вы решаете сделать фото и отправить... Нет, бросит миссию присоединиться. Всё, ребят, меня понесло. Главный герой загадки. Рабака угодил в любовный треугольник. С одной стороны, главная героиня подруга детства, а с другой, второстепенная героиня, прошедшая с ним через перерождение. Как бы вы разрешили эту дилемму? Нет, может, стоит поговорить на самом деле, да? На морском берегу, недалеко от чешучатого щеля, вы встретили дикого зверя. Наверное, его выпустили освободители. В зубах он держит бутылку с картой сокровищ. Несчастное существо защищает бутылку инстинктивно. Вы решаете молча уйти. Ой, я не посмотрел. А, я не посмотрел. Ну ладно, там, в принципе. Потом посмотрю на видео. Окей, поехали. Домики давайте. Три. О, кстати, мы не играли в этот раз. Мы здесь первый раз за всё время. За сегодня, да? 4000х за 12 тысяч. Вообще ни о чём, на самом деле. Маловато, конечно, маловато. Ну давай на домик, пожалуйста. Сколько там было? Один, да? Магазин? Ну ладно, телекубик, ребят, монетка переброса. Неинтересно всё. Я хочу всегда маску пить на самом деле. Поэтому естественно телекубик. И это у нас будет 2. 25 участков скуплены, кстати. Неплохо. Это реальная жизнь. О, куда я попал? Что? Нет. Я хотел дом скупить. А, ну я понял, короче. Нас потом выкинут отсюда, и потом мы сможем купить, да? Здесь остаётся только кидать кубики и всё. Ну, а одно золото. Посмотрите, сколько денег можно здесь заработать. Если всё ещё на эти деньги, можно было бы хоть что-нибудь покупать. Был бы какой-нибудь виртуальный магазин с призами, да? Это было бы ещё круче. Надо было ценность этого события увеличить. Вот что. Так. Один миллион у нас есть, ребят. Х4! Нипега мы дошли! А мы, кстати, по-моему, в этой области ни разу ещё не были. Х4, по-моему, да. Это очень много. А следующая локация... Что у нас будет? Х8, что ли? Реально, я угадал! Х8! Ха! Да тут без разницы, куда пойдём всё равно. Так, неплохо, неплохо. Так, домик дай купить, пожалуйста. Спасибо тебе большое. Ну, дальше кидаем. Ну, слушайте, ну мы миллион семьсот сделали, да? Неплохо. Вот, видите, мы встали на синий домик, нам дополнительно деньги дали. Но у меня пока не мере есть цель, и будем её придерживаться. Вы слоняетесь вдоль пёстрых витрин в торговом центре Оте. Как вдруг замечаете молодую головянку? Промелькнувшую мимо. Девушка в тёмных очках и маски плотно закутанного одежды. Внезапно она останавливается прямо напротив вас. Помоги мне нечто. Вы узнаёте Зарянку, космическую певицу. Меня ищет телохранитель, а я хочу её немного поразвлечь. Вы помогаете Зарянке сбежать от телохранителя, и вы переодеваетесь в одежду Зарянки. Всё, ребят, это должно... Нет, вообще, это плохая была идея, что я говорю. Бессмыслица. Я сначала нажал, а потом подумал, что это... Ну, короче, ладно. Не делайте так, как я сделал. Поехали дальше. Опа, домик. Ну, ну ладно. Ну, там близко было, кстати. Да, x3, 22 тысячи на кону, и... 6300. Ну да, что-то прям вообще. С этими автоматами, по-моему, бессмысленно играть. Они не приносят денег вообще, от слов совсем. О, событие какое-то золотое. На пенаконии вы встречаете игроков эфирных войн. Вы обращаете внимание, что на их брелках имеется знак серебряного волка, охотница за стелларонами. Похоже, она весьма популярна, среди игроков у неё немало поклонников. Вы подбираетесь поближе и слышите, как они шепотом обсуждают. Серебряный волк проиграл в эфирных войнах. Кто же такой этот нечто? Да это же я! Ну там действительно так было написано. Вариантов-то... Нифига себе, у меня 12 перебросов. Поехали. Ой, награды есть. Ну ладно, сейчас посмотрим. О! Давно тоже этого не было. Так, здесь без разницы, кого, кстати, вы берёте. Как я понял, вообще, на самом деле, вообще ни на что не влияет. Просто отправляемся подряд. Всё, да? Так. О, не-не-не-не, там награды были, нет. Ух ты, 8 миллионов вклад. Но я не успел. Ну, да. Неплохо. Неплохо. Так, а награды? У тебя, кстати, можно тоже взять. 70, чтобы сыграть. Погодите. Мы вернёмся, награды заберём. Бросьте 100 раз кубик, ребят. Остаётся только 20 событий. У нас последнее событие остаётся. Напоминаю, что события — это все поля со знаками вопроса. И, ну, это мы пройдём. Если будем постоянно кубики кидать, в любом случае. Что, всё получается? Мы цели почти выполнили. Я не знаю, будет пятый день, я, по-моему... Да, на пятый день я сниму последнее. Последнее видео по этому событию. Потому что здесь уже, наверное, ловить нечего, как говорится. Всё будет однотипно. Мы и так всё выполнили, по сути. Последний день, завтра. Я был уже последний видео, соответственно. Слово «последнее» очень много стоит искал. Не забывайте подписываться, пишите комментарии. Ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. Смотрите видео до конца. Обязательно подписывайтесь на все каналы. Ссылки, которые вы найдёте в описании к этому видео. Мы, смотрите, подытожим. Да, у нас остаётся, в принципе, 10 миллионов. Мы как раз в последний день заберём. Я думаю, что завтра будет у нас 100% всё выполнено. Вообще всё 100%. И на этом мы завершим это событие. Ещё раз спасибо, ребят, и увидимся.